Сперва экраны были выпуклыми, потом плоскими, а теперь становятся вогнутыми. Самые совершенные телевизоры Samsung в 2014 году это 7, 8 и 9 серия. Здесь есть и плоские и изогнутые экраны, и Smart TV, и Ultra HD разрешение, и голосовое и жестовое управление, и просто огромные диагонали. Для начала разберемся в моделях. 9 серия, Ultra HD разрешение, изогнутый экран, 1200 Гц по системе Clio Motion Rate, встроенная 60-ваттная аудиосистема, чуть более тонкий корпус, встроенная веб-камера. 8 серия делится на модели с Ultra HD разрешением и плоским экраном, и на модели с HD разрешением и изогнутым экраном. У обеих версий 1000 Гц, но разная мощность динамиков. Младшая 7 серия делится на модели с HD и UHD разрешением с плоским экраном. Показатели CMR и мощности динамиков также немного отличаются. А еще у всех моделей, кроме Ultra HD 7 серии, поддерживается 3D. Последнее серьезное отличие – приставка Samsung Evolution Kit. У 9 серии все разъемы вынесены на нее, у 8 и 7 серии все по старинке – россыпь портов на задней стенке телевизора. Теперь переходим к самим телевизорам. Начнем с изогнутого экрана. Хоть это и кажется просто маркетинговым ходом, изогнутый экран полезен. Изображение смотрится необычно, визуально увеличивается объем. Многие боялись, что если сидеть не строго по центру, то перспективы испортят изображение. Это не так. Смотреть телевизор все так же удобно. Вторая фишка 7, 8 и 9 серии – Ultra HD разрешение. Не зря все модели выпускаются с большими диагоналями. Здесь плюсы UHD видны лучше всего. Вот, например, 65-дюймовый экран. Изображение не сыпется на пиксели, выглядит очень классно, даже если смотреть буквально с двух метров. А если вы запустите на нем обычное HD-видео, телевизор сам сконвертирует его и выдаст картинку, приближенную к Ultra HD. Качество видео у всех моделей отличное. В этом помогают все самые современные системы улучшения изображения от Samsung. Начиная от контроля контраста и заканчивая цветопередачей и локальными затемнениями. В комплекте со всеми телевизорами поставляется пульт-цифровая указка. Для Smart TV вещь просто незаменимая. Также поддерживается жестовое и голосовое управление, но для этого нужно будет докупать веб-камеру. В комплекте она есть только у девятой серии. Жестовое управление работает вполне адекватно, только нужно хорошее освещение в комнате вечером с выключенным светом, так управлять телевизором не получится. Голосовое управление поддерживает русский язык, и оно действительно работает. Ошибок с распознаванием практически нет. Сильная сторона большей части моделей – аудиосистема. Это касается телевизоров с системами на 40 или 60 Вт. Их возможностей хватит даже ценителю хорошего звука. Для подключения периферии у всех телевизоров есть буквально полный набор разъемов. До 4 HDMI, USB, компонент, цифровой аудиовыход и так далее. Что касается Smart TV, тут все стандартно. YouTube, полноценный браузер, игры, возможность установки приложений. Приложения и страницы открываются быстро, к примеру, видео на YouTube загружается буквально через секунду после клика. Вообще, самсонговский Smart TV на сегодняшний день однозначно один из лучших. Классная функция Multilink. Экран телевизора можно поделить на две или четыре части в зависимости от модели. К примеру, можно смотреть ТВ и одновременно следить за текстовой онлайн-трансляцией матчей в интернете. Еще Самсунги отлично работают со смартфонами и планшетами. Можно отправлять картинку с телевизорной планшетой наоборот, или использовать смартфон в качестве пульта. В общем, если вы хотите телевизор, в котором будут буквально все самые современные технологии, отличный дизайн и классное качество видео, любой телевизор Самсунг из 7, 8 или 9 серии вам подойдет.